Ну что, часть третья одного и того же видео, да? Потому что теперь у Дамир выключил камеру, а как я уже говорила, я не монтирую видео. А не монтирую я видео по причине... Сядь, пожалуйста, а, иди, доставай его. Я не просила тебя зарыться полностью, Дамир, в одеяло. Я сказала, ножки прикрой, сами цыпочки, прикрой просто, чтобы он не укусил тебя. Пожалуйста, не надо сейчас на камеру становиться в полный рост и начинать натягивать на себя одеяло полностью. Прикрой ты, блин, ноги просто, ляжь. Ляжь, спустись уже. А сейчас будет видео, хрен знает, какого дубля. Это кошмар. Дубля и дубля и дубля и дубля. Не дергай, пожалуйста, телефон, он постоянно падает. У нас черти что, а не видео. Все, до свидания. Убери его оттуда. Да, он настоит с утра. Все, уже попривали. Короче, друзья мои. До свидания. До свидания с видеосъемкой. Майкет мы поснимали, сколько хотела я. Что? Ты не показываешь игру. Я рассказываю, ты хотел игру поснимать. Вот. Да ты что? А что это ты показала? А что ты показала? Три в ряд. Тут еще есть, мама. Дашь меня сыграть? Да. У тебя еще 350 возможностей будет сыграть. Сыграть в свой три в ряд. О, как я шикарно подобрала ракурс. Тут маленькая, тут массивная кажусь. Я умею. Три в ряд, а как? Три в ряд? Ты же умеешь, да? Ага. Вот. Ну, сосиски и клубочки надо. Все, сосиски, но не нужны. У нас клубочки. А, не нужны сосиски? Клубочки только, да? Нет. Сосиски ты уже сделала. Вот, галочка. Ух ты. Ух ты. Да. Семь еще. У тебя сосиски надо семь клубочков. Он бомба такая есть. Все задание выполнено. Прикольно. Короче, друзья мои, очень дебильный ракурс. Я себе, конечно, выбрала. Но меня это не сильно волнует. Так, то и так. Какая есть. Вот. Хотя, на самом деле, я так не выгляжу. Мало сверху и так массивно в руках, в ногах и так далее. Ну, ладно. Во всяком случае, мой телефон тогда не будет все время падать. Подходи, приближайся. Вообще-то, сейчас я ношу в любом случае удобную обувь. Но я к тому веду, что бубу начал меня, начал меня кусать сзади, за колени постоянно. И там, где вот эти вот вены, больше всего... В общем, и там расположены как раз-таки самые такие вот мои вены. И мне бы не хотелось, чтобы у меня там какой-то синяк еще больше образовался. Какой-то кровоподтек от этой вены пошел, да, под кожей. Такое бывает, в принципе, при наличии варикоза. И вся... Я хочу сказать за реформацию вен. Какую реформацию вен? Реформацию вен. Ну, говори. Это как-то... Ну, говори. Что это вена, это сосуд. Ну, мне будильник нужен, чтобы папа скоро придет уже. Сколько... Я таймер ставлю, сколько у нас времени осталось. Да, и вот приходит. О-о-о-о! Чтобы я все успела. В общем... И вот Володя говорит, вот, я не хочу, не надо, типа, кастрировать кота. Я хочу, чтобы он остался мужиком. Я говорю, ну, хорошо, ты будешь, говорю, его водить? Ну, типа, я не разрешаю, как бы, да. Я не хочу водить кота на самовыгул. Ну, то есть, чтобы он сам выгуливался. Почему я не хочу сама... Видео выскочило. Рассел Блох. Новое видео на Ютубе. Значит... Вот еще бойсы тут. Вот еще быстро. Начальник сама на иклобе. Угу. Только тогда я не буду. Ой, Господи, прикольная игра, мне нравится. Так ты мне эволюцию человека завтра покажешь, да? И в тесте Блума еще сыграем с тобой, да? Да. Да? Да. Точно? Обещаешь? Демира искусали страшно комары. У него коловой где-то 8-10 укусов. На ушке, на щечках, вот тут на руке. Угу. И он... Его обсыпало. У него сыпь аллергическая, как у меня на теле. Вот так вот. Значит, что еще? Значит, я Володе говорю, ты что говорю? Будешь кота выводить, как бы, на случку? Не будет же. На самовыгол его отправлять, я против. Потому что я уже говорила, кота могут и прибить, и поиздеваться, и машиной сбить, и кто-то может его себе с улицы забрать домой. Это мое животное, я его люблю, я за него переживаю, я против. Поэтому смысл, как бы, ему иметь, ну, вот эту вот, да, функцию деторождения, как бы, если он не будет ею пользоваться, скажем так. Если смысл ему иметь в яйцах вот то самое, да, что там, что там за семенную жидкость, да, или что там забирают у них у котов. Что, то есть, у них надрезают же яички, и что-то, что-то забирают оттуда, что. Раз, не нужна жидкость. Да, жидкость. Вот, и, значит, а потом, да, все это дело зашивают. Если он им пользоваться не будет, зачем оно ему надо? Вот, это домашний кот, это нормальная, обычная процедура, нормальная, обычная операция. В общем, мы поговорили с Володей, я узнала, сколько это будет стоить, с какого возраста это нужно делать, что нужно делать до кастрации, что нужно делать после. Вот, как и что происходит, в какую клинику лучше мне обратиться, я решу уже после того, как, хотя клиники я посмотрела тоже в интернете, и цены тоже посмотрела по находке. Клинику я буду выбирать уже после переезда по месту жительства на тот момент, потому что 7 месяцев коту... Когда я буду месяц, это, сколько учиться? Да, кота мы будем кастрировать, когда ему исполнится 7 месяцев, я так предполагаю, что лучше возраст, как было написано в интернете, с 7 лет, о, с 7 месяцев до 7 лет, вот, поэтому, пожалуй, в 7 месяцев мы займемся этим вопросом. Котый редко живут 30 лет, чтобы что, самый долгоживущий кот был? Проглючал, что ползал по дивану. Я знаю, да я тебя знаю. Ты иди, кот задрал уже, блин, он, честно, вот... Молокло смотрит. Угу, а потом на стол кухонный пойдет. Все мы тебя знаем. А у тебя нету луга на руку. Смотрим на улице, ты что, нахожусь, дырь губа, а? Ты не пушу, туда луну. Идет починка когтеточек. Хотя картинку показывает, такая милашная. Но котик любит смотреть цветные сны. Посмотри классный ролик, вместе ли, дай зелье для ускорения сна. Давай, я запишу, мне вообще пищу. А? Да, прям классный ролик, реклама. Козино. Козино, коктейль, велкам написано. Вот казино, да. Нашительные эмоции, легендарное развлечение. И 18+. Капец, какой детская игре. Реклама казино, реклама развлечений. 18+, игры, какое-то приложение. Кстати, я хочу сказать, что мы с Дамиром смотрели мультик про фиксиков. Фиксик и... Как там оно? Крабызи-баты или кработы? Кработы. Короче, во-первых, там была реклама с матами. Во-вторых, там была реклама фильма ужасов. Я в огромнейшем шоке, когда я вижу рекламу. Мне самой неприятно, когда я вижу... Убери кота оттуда. Убери его оттуда. Брысь, брысь, брысь. Брысь, брысь, брысь. Брысь, брысь. Он вообще не будет слушный. Я читала в интернете, что нужно хватать его за шкирку, вот где шейка, где вот это кошачье место, и шипеть. На него, что если кот у вас оказался в доме слишком рано, что обычно этот воспитательный момент делает мама-кошка. Вот. Если мамы-кошки нет, то эту функцию выполняет хозяева. Вот, хозяйка, в частности, да. Я не знаю уже, что с ним делать. 50 раз его отгонишь оттуда, где нельзя быть. Он пойдет туда 51 раз. Вот. Это еще и может насрать на зло. Ой, нассать на зло тебе. У меня никогда не было котов, и я иногда думаю, а надо ли было? Да, покорми. Бананчиками. Давай, корми. Так что вот такие пирожули, друзья мои, значит, я подумываю насчет того, чтобы таким отправить кота на кастрацию. Значит, в игру мой кот, я посмотрела, что за игра, разочек сыграла, вот. Ребенок будет продолжать играть в игру, я пойду разогревать Дамирчику супик, вот. А завтра хочу посмотреть. Морочко хочу. Хорошо. А завтра я хочу сыграть с Дамиром. Он мне когда-то предлагал сыграть в тесте Блу на двоих, вот. Все никак не доходили руки. Но тут, наверное, не было времени, потом оно забылось, поэтому сыграем завтра вместе. Да, его ротачек отведут. И Дамир мне еще обещал показать более подробно игру про эволюцию человека, про эволюцию монстров. Я когда-то эту игру качала вот для Дамира, и он сейчас в нее вот играл, я ее уже показывала вам. И он уже скачал столько разных эволюций и эволюцию человека. И кого еще ты там качал, он расскажет завтра. А сейчас я пойду греть суп, греть молоко ребенку. Вот. Греть суп, греть молоко ребенку, мыть посудушку, ожидать володю, стирать вещи, заниматься прочими домашними делами, на которые, к сожалению, не было времени сегодня днем. Вот. Вообще, хотелось сегодня выйти на улицу, потому что погода волшебная. Вот. Погода сегодня волшебная. И я хочу сегодня переделать все свои делишки. А завтра позавтракать, прочитать новую главу про Флавио, поиграть немножко в планшет, как мы с тобой договаривались, собирались, да? И в идеале, конечно, завтра сходить что? Поиграть с ним надо. А с этим не надо? Да, Миронька, а с вот этим не надо? Не хочешь поставить на паузу, пока он игривый? И пойти сначала с живым котом поиграть, а потом уже с виртуальным. Убирай. Можно я уже поспать? А играть? А поспать не могу. Делай, что хочешь, сначала играешь с живым котом, а потом играешь с виртуальным. Или я тебе заберу планшет, Дамир. Кота приобрели для тебя. Ты просил кота, я кота не хотела. Смотри, как он бесчуще. Ну, Дамир, ты будешь заниматься или нет котом? Если не будешь, то зачем мы его брали? Скажи, зачем мы брали кота, если ты хочешь играть с виртуальным котом и не хочешь с живым играть? Или ты хочешь играть с живым котом? Хочешь? Да. Ну, так играй, пожалуйста. И давай ты будешь как-то играть без моих напоминаний. Неужели ты сам не хочешь поиграть с котом? Да, одень ты уже эти тапки. Я говорю, неужели ты сам не хочешь поиграть со своим котом? Хочу. Не хочешь? Уходи. Сейчас чашки смахнешь этой рыбкой. Ты не видишь, что на столе две чашки стоят? Одна с молоком. Если бы я сказала, то смахнул бы, Домирчик. Ты слышишь? Да. Ты слышишь меня? Не хочешь, можешь не играть и не заниматься вообще котом. Я тебе разрешаю, бери планшет, иди в своего виртуального играть. Иди играй в виртуального кота. Иди играй в виртуального кота. Убирай рыбку, не надо играть с пубу. Играй в виртуальных котов, а с живым не играй. Слышишь меня? Да. Я говорю, не надо играть с пубу, зачем тебе живой кот? А чем? А не ухаживай за ним. Ухаживай за ним я, играю с ним я по нескольку часов в день. А тебе все равно на него. Так, а давайте помним, что от меня жарко, какашки убирай. Я думаю, что ты так уберешь в лотке какашки после бубу, что мне придется потом после тебя еще убирать. Я видела, как ты охотно кормил бубу кормом. А я подсыпаю по чуть-чуть в этот, где сухой корм, а где влажный, конечно, я меняю, убираю, если он не ест этот корм, он не питался, он не питался нашим кормом. Ну да, когда мы не знали, чем кормить кота, он питался влажным кормом. Ну, Мир, если тебе неинтересно играть с котом, не играй. Ну, просто непонятно, почему тебе интересно играть с виртуальными котами, а с живым неинтересно. Он не оправдал твоих ожиданий. По голове ему, дай еще этой рыбкой. Скажи, ну, почему кот должен сам играться? Ну, вот скажи, пожалуйста, не наступи на хвост. Скажи, почему кот должен сам играть, Дамир? Слышишь меня, нет? Я с ним играю, но он не сам, он не сам, он не должен играть. О, а давай я так сижу, милый. Ну, вот я же тебе и говорю, почему. Вот ты так хотел кота, мы взяли тебе кота, а по факту, что он сам должен играться, м? Дамир, он маленький, он маленький, как ребеночек. С ним надо играться. Он хочет ласки, он хочет играть. Ты что, его в коробке закрыть решил? Я не разрешаю закрывать ее, чтобы ты понимал. Ты слышишь меня, Дамир? Да. Это все равно кот, который, это маленький ребенок, просто кошачий. С ним надо тоже играться. Его отлучили от мамы, от братиков и сестричек. Для него это тоже стресс. А теперь он здесь сам один, и ты с ним не играешь. Ты же хотел кота играть теперь с этим котом? Если ты не будешь играть с этим котом и заниматься, мы не купим ему ни братиков, ни сестричек, никого. А я буду нему заниматься. М? Да, может, я занимаюсь с этим куплю, но очень с ним. Понимаете, какой вам больный у меня? Ну, если ты будешь им заниматься, то посмотрим. А если заниматься котом не будешь, то сам понимаешь. М? О, Володя пришел.